Доброго вечера, мы из Украины. Я приветствую вас на моем YouTube-канале в программе Дороговка с контратака. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, а главное, оставляйте ваши комментарии, потому что именно они становятся частью моих будущих программ. Контрнаступление украинской армии продолжается. Военные с начала сентября освободили от российских оккупантов уже почти 2000 квадратных километров территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Только в течение 10 сентября украинские военные вернули сине-желтые флаги в Купинск, Изюм и ряд других городов и населенных пунктов на Харьковщине. Надо сказать, что вчера мы с вами обсуждали, что, скорее всего, хорошие новости про Купинск будут уже скоро, но мы ждали, пока действительно украинский флаг зареет над Купинском, и поэтому старались не предвосхищать события. И сегодня уже можно об этом говорить, да, Купинск под контролем вооруженных сил Украины. Вчера же мы говорили о том, что там находится железнодорожная развязка, очень важный логистический узел для оккупантов, и что, когда будет, соответственно, возвращен Купинск под контроль вооруженных сил Украины, то тогда группировка в Изюме будет, ну, в незавидном положении. И надо сказать не то, что я, а профессиональные военные эксперты с трудом подбирают эпитеты и слова восхищения вооруженным силам Украины, которые за один день сделали просто что-то совершенно невероятное. Во-первых, все благодарны, вся Украина, я от себя хочу сказать, вооруженные силы Украины. Спасибо вам, низкий вам поклон, ваш профессионализм, отвага, мужество и героизм достойны легенд. Так вот, на этом же еще и не все, потому что, опять-таки, теперь я говорила о том, что уже установлено, а сейчас давайте, как мы вот уже несколько дней делаем, немного помечтаем, потому что есть информация о том, что украинские защитники 10 сентября, вероятно, вошли в Донецкий аэропорт. То есть, украинские защитники, вероятно, в окрестностях Донецка. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке. А глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай допустил вероятное скорое освобождение от оккупантов, Сватового, Кремяной и Рубежного на Луганщине. Процитирую его. «Продвижение огромное, точечно идут бои, но в основном оккупанты убегают. Возможно, уже завтра услышим хорошие новости из Сватового, Кремяной и Рубежного», сказал Гайдай в эфире национального телемарафона. Также он намекнул на начало освобождения Лисичанска от российских оккупантов. Лисичанск – чудесный украинский город. Ох, и работы будет по восстановлению! Боевики начинают убегать с территории Ордло. Первым на утек пустился главарь так называемый ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на источники в разведке. Вероятно, свое обращение Пушилин записывал, когда покидал город. Куда выехал главарь до сих пор неизвестно. И вообще, большое количество предателей, которые были идентифицированы во время оккупации, пытаются покинуть территорию Украины. Однако их даже на границе с РФ не пропускают. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Сенегубов в эфире информационного телемарафона. Долгое время Россия ничего не говорила на тему происходящего. Более того, Пескова уже практически с поличным, так сказать, схватили. Стали спрашивать, что и к чему. Он перевел стрелки на Министерство обороны. Сказал, чтобы спрашивали у Коношенко. Вот тот вообще, как воды в рот набрал. Но к вечеру они все-таки разродились. Очень неубедительным и, я бы даже сказала, совсем неправдоподобным вариантом событий. Я сейчас вам процитирую, что же они сказали. И объясню, почему в это вранье никто не будет в состоянии верить. Даже деморализованная группировка, которая в результате находится в окружении в Изюме. Итак, Минобороны России заявили, для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклея и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованные переброски Изюмско-Балаклейской группировки войск на территорию так называемой ДНР. Значит, почему в это никто не поверит? Хотя бы по той причине, что есть, во-первых, кадры того, как они оттуда бегут. И кадров этих очень много. Потому что они считают крупной удачей, если им удается какими-то тропами вырваться и не попасть в окружение. Но даже хорошо, предположим, мало ли что, кто где снял и так далее, можно к этому по-разному относиться. Но дело все в том, что в Изюме остались сотни единиц абсолютно боеспособной и довольно дорогой военной техники, которую оккупанты побросали там. Ну, не бывает таких маневров, когда маневрирующие, значит, в процессе маневрирования оставляют противнику технику, которая будет в итоге использована против маневрирующих. Такого еще в науке военной пока никто не изобретал. То есть, если уже они побежали и бросили все там, где оно есть, то так это и называется. Ну, опять-таки, дезертирством это можно было бы назвать только условно. И это в данном случае не так уж и плохо. Дело в том, что они сами себя обхитрили, я имею в виду российскую власть. Они ведь не говорят там у себя, что это война. Считают, что это им в чем-то поможет. Им так кажется. Они же там крючкотворы и думают, что весь мир, ну, не в состоянии сам определить, что происходит, и будет слушать их так же, как Небензю без конца слушает, значит, Организация Объединенных Наций. Но и этому скоро уже, я так понимаю, приходит конец. Вся эта группа оккупантов, то есть, будь они контрактники или добровольцы, они не предстанут перед судом за дезертирство, потому что формально военного положения никто не вводил. То есть, по большому счету, в ситуации, которая сложилась, когда они понимают, что, ну, что им грозит. Ну, в крайнем случае, уволят их из вооруженных сил. Хотя, опять-таки, если еще и их увольнять, то кем их пополнять? То есть, ну, в крайнем случае, не выплатят. Опять-таки, где гарантии, что выплатят? Мы давно с вами уже разбираем ситуацию, что британской разведке стало известно, что постоянно задерживаются выплаты. Поэтому, по большому счету, терять им нечего, кроме собственной жизни. В ситуации, которая сложилась, конечно, они все бросают и бегут. Поэтому, что бы ни рассказывала российская пропаганда, вот этот вот их разгром, потому что по-другому назвать нельзя, он войдет, конечно, в историю вообще военную и в учебники. Вот события сентября демонстрируют ярко, что такое и как это бывает, когда армию ждет народ. Вот вооруженные силы Украины, когда они освобождают населенные пункты, встречает благодарный украинский народ. Это совершенно душераздирающие кадры, когда просто со слезами, со словами благодарности, с восхищением встречают украинцы свою армию освободителей. Ну и, конечно, очень плохую пародию на политбюро ЦК КПСС представляет из себя сегодня российская власть. Дело в том, что у них вот сейчас проходит, ну, это называется единым днем голосования, хотя, по сути, это трехдневная какая-то процедура уму непостижимая, когда они выбирают. Очень, кстати, много разных депутатов разных уровней там и так далее. И вот у них были запланированы какие-то мероприятия, салют сегодня, хотя сколько блогеров их просили его отменить, потому что он немыслимый на фоне событий, то есть разгрома этой их рашистской армии. С другой стороны, завтра под конец вот этих всех голосований должен пройти концерт в Кремлевском дворце съездов к 85-летию Кобзона. И мало этого, Путин расхаживал, где-то голосовал сегодня и так далее, еще открыл колесо обозрения. Они открыли колесо обозрения, какое-то 140-метровое, какое-то самое большое в Европе. Ну и, естественно, оно сломалось. Вот там вот на этой 140-метровой высоте зависли люди. Ну вот во всем этом колесе там даже очередь была из желающих, которая довольно быстро рассосалась. Ну и вот это как бы это притворство, это лицемерие, это они ходят с каменными лицами и делать вид, что ничего не происходит. Но это вранье, которое настолько очевидно уже всем. Так что российская власть сейчас выглядит как очень слабая и беспомощная. И мне кажется, очень символично, что застряло это колесо, вот это огромное колесо, которое они еще назвали так громко и помпезно, солнце Европы. То оно не то, что закатилось или не взошло, а в их случае оно просто вот парализовалось, встало. Так же, как и вся их беспомощная и огромная, то есть громоздкая, неповоротливая машина власти. Вот и я желаю, чтобы этот ступор и паралич, ведущий к коме, у них уже случился раз и навсегда. На этом у меня сегодня все. С вами была Мария Максакова. Разум до перемоги и слава Украине!